Истина открывается, когда смотришь на совершенные вещи. Смотри как просто. Заходи на ватшоп, авторизуйся, закинь немного деньжат, крутани рулеточку и получи свой танк. Заходи скорее! Скидка 30% действует ровно день. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы сообщить вам довольно любопытную, но неприятную новость, которую я нашел в интернете. Возможно, вы о ней слышали, может быть нет, но я хочу, чтобы побольше людей знали и чтобы, в общем-то, вы подумали об этом. Итак, 9 мая, в День Победы, довольно знаменитый и очень скандальный клан Мерси, а также его более мелкое подразделение, решили остроумно пошутить. Конечно, остроумно в кавычках. Они решили построить свастику из танков. Как по мне, этот поступок очень мерзкий, но они еще пошли дальше. Они выложили скрин. Сейчас вы его на своих экранах можете видеть. Этой свастике. С надписью «С Днем Победы». Ну, не знаю, как можно быть такими, в общем-то, мерзкими людьми, что совершенно не уважать этот праздник. Если даже тебе он как-то не нравится, то ты хотя бы уважай других людей, уважай их мнение, потому что все-таки этот праздник, он выстроен на крови. То есть, очень много людей умерло, чтобы мы сейчас могли праздновать мирное небо, мы могли спокойно заниматься своими делами. Но эти люди совершенно не уважают, в общем-то, те вот жертвы, которые были совершенно ужасные. Миллионы людей умерли, но они решили вот так вот пошутить. Понятное дело, что многие из этих, ну, игроков из этого клана, они считают себя офигенно остроумными, умными такими, троллями. Но я их считаю, что они поступили ужасно. Может быть, кто-то из них понимает, что неправильно совершили, потому что бывает такое, знаете, стадное чувство, когда люди объединяются в группы, они начинают думать не головой, а начинают думать стадом. То есть, а давайте вот так сделаем, это, типа, прикольно будет. И начинают какой-то хернёй маяться. И это печально. Но наверняка некоторые из этого клана думают, что они правы, и их уже никак, в общем-то, не вразуметь. Они до последнего будут считать, что они верно думают, и так можно делать на День Победы. Типа, это игра, и можно вот такие вот фашистские знаки выстраивать. И, к счастью, правосудие восторжествовало, и в ВГ увидели этот скрин, они решили забанить навсегда этих игроков, все, кто участвовал в этом занятии. Там, по-моему, 30 человек. При этом у многих из них довольно хорошая статистика, там, прокачанный аккаунт, который, естественно, много там денег стоит, в который вложены там усилия, деньги, премтанки они покупали, премиум аккаунт и так далее. Но чем они думали, когда совершали вот такой вот поступок? Я знаю, что это очень спорный такой момент, и многие меня поддержат, я думаю, но найдутся те, кто будут говорить, что это всего лишь игра, это всего лишь шутка. Но, как по мне, это совершенно межзапакостный поступок, и наказание правильное. ВГ не проигнорировали, потому что если игнорировать, если не давать какие-либо наказания за такое, то что они будут дальше творить? И, в общем-то, так им и надо, как по мне. Не знаю, будут ли ВГ идти навстречу, и, может быть, кого-то разбанивать, хотя очень-очень вряд ли, раз они уже забанили их, то никто их разбанивать уже не будет. Пишите, друзья, ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Данная новость уже вызвала бурные обсуждения на форуме и даже в моей небольшой группе ВКонтакте, те, где люди категорически в основном против таких поступков, хотя нашлись те, кто считает, что это нормально, ну или, по крайней мере, не стоило так серьезно, радикально наказывать их. Но мне кажется, что совершили эти игроки люди, из таких можно назвать ужасный поступок, совершенно неуважительный и мерзкий. Но это мое личное мнение, я надеюсь, вы меня поддержите и поставите лайк под этим видео. Желаю вам, друзья, удачи, до скорых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok